Лимфома Бёркета Эндоклиническим вариантом выделяются три группы. Это эндемическая лимфома Бёркета, характерная для детей аборигенов экваториальной Африки. Спорадический вариант, возникающий в неэндемичной зоне и характеризующийся поражением органов брюшной полости. И ВИЧ-ассоциированный вариант. Спорадический вариант у детей возникает в 30-40% случаев всех лимфом, достаточно хорошо изучен. У взрослых это 2-4% всех случаев. История терапии лимфомы Бёркета насчитывает 5 последовательных этапов. Впервые Зиглером была предпринята попытка лечения лимфомы Бёркета монотерапией циклопосфаном у детей в экваториальной Африки с эндемичным вариантом лимфомы Бёркета. И локализованных стадиях удавалось получить около 50% эмиссии. Однако пациенты с генерализованными стадиями практически не отвечали на эту терапию. В дальнейшем проводилось лечение по схеме острого лимфобластного лейкоза в программе Хельцера и ее аналогов. Однако данное лечение не принесло никаких результатов и пациентов стали лечить в ЧОП и ЧОП подобными курсами. Эмиссии удавалось получить у 50% пациентов, однако длительная выживаемость при лимфоме Бёркета, как правило, приближалась к нулю. В дальнейшем использовались 5-7-месячные блоковые схемы, немецкая программа НХЛ-БФМ и американская гиперцватка. В последние годы стали использоваться 3-месячные высокоинтенсивные протоколы английский кодокс МИВАК и французская программа ЛМБ. В плане современных тенденций к лечению лимфомы Бёркета рассматриваются 2 основных. Это короткий высокоинтенсивный протоколы кодокс МИВАК и ЛМБ и сочетание программ НХЛ-БФМ-90 и гиперцватка с введением ритоксимаба. То есть данные по результатам этих протоколов были доложены Деброй Томас и Гитром Фельцером, и результаты значительно превышают получаемые без использования моптеры у этих исследователей. В нашей клинике с 1995 по 2003 годы проходило лечение 12 больных, все мужчины, по протоколу НХЛ-БФМ-90, средний возраст пациентов 22 года. Первая стадия наблюдалась у одного больного, вторая у одного, третья у четырех, четвертая у одного и острый инфобластный вейкоз, пяти больных. У 75% выявлялась босимптомы повышения ЛДГ. Ремиссии были достигнуты у 75% пациентов, причем среди пациентов с поражением костного мозга только у двух из пяти удалось достигнуть ремиссии. У 17% наблюдалась прогрессия и смерть от осложнений на фоне химиотерапии. У четверти больных был диагностирован рецидив во всех случаях ранний, трехлетняя безрецидивная выживаемость составила 80%, трехлетняя общая выживаемость 50%. Следует отметить, что все больные с острым инфобластным вейкозом погибли. На данном слайде представлен график, то есть 80% безрецидивная выживаемость и 50% общая выживаемость. Целью протокола лимфома Бёркета Москва-04 являлось повышение эффективности лечения больных лимфомой Бёркета за счет интенсификации терапии и сокращения ее продолжительности. А за основу был взят протокол НХЛ-БФМ-90. В основе принципов протокола ЛБМ-04 лежали интенсификация полихимиотерапии первой линии, сведение максимально возможного числа препаратов, не обладающих перекрестной резистентностью, использование блока С в терапии первой линии, объединение высоких доз метриксата и цитозара в блоках А и С как препаратов наиболее эффективных к лимфоме Бёркета и сокращение продолжительности лечения. На данном слайде представлена классическая программа НХЛ-БФМ-90, ветвь высокого риска, состоящая из шести последовательных блоков А, Б, С и А, Б, С, продолжающиеся в среднем 4,5 месяца. Мы решили исключить из данной программы блок Б и препараты, входящие в его состав, перенесить в другие блоки, то есть доксорубицин в блок А и метатриксат в блок С. Таким образом была создана программа ЛБМ-04, состоящая из 4 последовательных блоков А, С, А, С продолжительностью 3 месяца. Предфаза, блок А, классический с включением туда доксорубицин и блок С, классический с включением туда метатриксата в дозе 1,5 грамма на метр квадратный. Интервал между курсами остался прежний 21 день. В исследовании был включен 31 больной с статогенетически доказанным диагнозом лимфомы Бёркета. Эти пациенты наблюдались с сентября 2003 года по сентябрь 2007 года. 20 мужчин и 11 женщин в возрасте от 15 до 56 лет, средний возраст 26 лет. Из них 26 было первичных больных и 5 предлеченных. Предлеченные больные – это пациенты, которым изначально был поставлен диагноз диффузной Б крупноклеточной лимфомы. Они наблюдались не в гематологическом центре. В дальнейшем при поступлении к нам диагноз был пересмотрен, и пациенты переведены на блоковую терапию. При постановке диагноза основывались на молодом возрасте больных, более частное преобладание мужчин, быстрый рост опухоли, большая опухолевая масса, локализация в брюшной полости, забрюшинном пространстве или области малого таза. Высокая пролиферативная активность, T67 приближающаяся к 100%, наличие маркеров центра фолликула CD10 и BCL6 и поверхностного иммуноглобулина. И основного диагностического критерия – транслокации 8-14 или вариантных перестроек локуса геноцник, то есть транслокации 2-8 или 8-22. Распространенность опухолевого процесса оценивали по классификации МЕРФИ. Как видно, большинство больных имели генерализованные стадии, то есть 90% – это больные с генерализованными стадиями. Боисимптомы выявлялись у 83% больных, повышение ЛДГ – у 87%. Костный мозг был поражен более чем у четверти больных, нейроекемия наблюдалась в 23% случаев, у 13% больных имелось сочетанное поражение костного мозга и центральной нервной системы. Практически все больные имели экстрадандальную локализацию опухоли, как правило, с локализацией в брюшной полости. У 50% наблюдался асцит. Практически у 64% женщин имелось поражение половых органов, чаще яичников, реже яичников в сочетании с маткой. 15% больных имели поражение лицевого скелета, и практически все эти больные имели также сочетанное поражение центральной нервной системы. Результаты лечения по протоколу ЛБМ-04. Ремиссии были получены у всех больных. Смерть от осложнений химиотерапии составила 11%. Рецидив наблюдался у одного больного. Трехлетняя безрецидивная выживаемость составила 96%. Трехлетняя общая выживаемость 85%. 6 из 7 пациентов с острым лимфодоастным лейкозом живы. В данном слайде представлены кривые выживаемость 96%. Безрецидивная выживаемость 85%. Общая выживаемость. И отдельно мы оценивали предвеченных пациентов. Ремиссии были достигнуты у 4 из 5 больных. В одном случае наблюдался рецидив. На настоящий момент живы трое пациентов с максимальным сроком наблюдения 47 месяцев. И хотелось бы остановиться на осложнениях. То есть для взрослых пациентов с лимфомой Бёркетт достаточно тяжелый протокол с множеством осложнений. Большинство секунды проходили с агронулокстозом. И большинство тяжелых осложнений, как видно на данном слайде, мукозит, некротическая энтеропатия, сепсис, септический шок, пневмония, проктит и парапроктит, достоверно чаще развивались после первого блока. Что связано с исходно тяжелым состоянием пациентов. Факторы, повышающие количество осложнений в процессе проведения химиотерапии. Это поражение костного мозга, острая почечная недостаточность, расширенные хирургические вмешательства. Потому что практически 80% больных с лимфомой Бёркетта поступали после предшествующих расширенных операций. Как правило, все в прогрессии заболевания, причем опухоль на момент поступления в гематологический стационар превышала то опухоль, которую недавно резисцировали. И предлеченность. Таким образом, в заключении, трехлетняя безлицидивная выживаемость на данном протоколе составляет 96%, трехлетняя общая выживаемость 85%. Спасибо.